всем привет сегодня у нас новый выпуск youtube и как я всегда делаю на своем youtube канале я напомню что меня зовут катя гуссе я персональный и fashion стилист и по совместительству немножко instagram блогер я оставлю ссылку на свой instagram внизу и также как вы видите ютюбер а такой формат как сегодня я первый раз пробую на своем youtube канале но я думаю что он вам очень понравится потому что в принципе он обычно всегда очень хорошо заходит моем инстаграм напомню надо подписаться это будет обзор коллекции то сегодня я выполняю свою прямую профессиональную роль стилиста я буду вам рассказывать про прекрасную новую коллекцию зарина что носить как носить куда носить коллекция непростая это первая коллаборация зарина с другим брендом и я уверена что многие из вас этот бренд знают и любят этот бренд леся небо да да вы не ослышались те самые прекрасные костюмы от которых многие без ума и которые носят очень знаменитые девушки иконы стиля современной сестры ходит вера брежнева и другие и теперь у нас у всех есть возможность попробовать примерить носить эти костюмы и другие вещи из коллекции и получать от них удовольствие коллекция за мной как вы видите она представлена в очень благородных спокойных достаточно темных оттенках это классический черный как например костюм на мне также это очень красивый горький шоколад и приглушенное такое красивое благородное золото мне кажется идеальная коллекция для зимы идеальная коллекция для праздников но не только во время обзора вы увидите что эти вещи можно носить также и на повседневной основе все зависит конечно от ваших аксессуаров и я это очень люблю когда вещи могут работать как днем как я говорю в офисе переобули обувь взяли другую сумку и можно идти навстречу со своей второй половиной или со своей подругой давайте поближе познакомимся с коллекции начнем с костюма который на мне это костюм двойка брючный как вы видите шикарные широкие брюки в пол с небольшими аккуратными защипами как я говорю такие защипы не будут полнить потому что они достаточно небольшие очень аккуратно выполнены плюс застрочены то есть это застроченные стрелки всегда такой фасон брюк дает потрясающий стройнящий эффект также у меня очень красивый жакет с атласными лацканами что делает его достаточно нарядным но опять же мне хочется сказать что если например вы идете в офис и в этот же вечер у вас предполагается продолжение виде например корпоратива корпоративного коктейля то можно прийти в костюме днем вы можете под низ надеть например водолазку или хлопковую белую рубашку что сразу немножко возведет костюм в более casual историю и например какие-то лоферы да или туфли на устойчивом каблуке и опять же приближаясь к вечеру приближаясь к вашей вечеринке вы можете переодеть топ добавить украшение например какую-то объемную цепь или серьги как на мне и опять же туфли на более тонком и высоком каблуке таким образом мы видим что в одном костюме вы можете провести и день и перейти прекрасно в вечер вообще в принципе в коллекции достаточно много костюмов ну конечно это фирменная фишка скажем так бренда леса небо и зарина с удовольствием ее также воплотила хочу отметить кстати что осталось прекрасное качество замечательной ткани как я уже сказала очень красивые оттенки и очень хорошая красивая посадка и комфорт я это могу подтвердить потому что как вы видите я уже нахожусь в костюме в коллекции представлены также коктейльные пижамы вот например один вариант это у нас черный атлас то есть вы видите что по смыслу и фасону и это пижама но по ткани по цвету я бы все-таки сказала что это наверное коктейльный костюм действительно я бы хотела наверное предложить к этому костюму такую историю как например новый год или какая-то вечеринка за городом потому что удобно комфортно но вместе с тем нарядно да благодаря черному цвету благодаря атласному блеску очень комфортная красивая история которую замечательно можно разбить о таких брюках я вообще честно скажу мечтаю я очень люблю атласные брюки они безумно стройнят можно носить с объемными свитерами можно даже попробовать носить с удлиненной толстовкой и кедами это будет такая очень интересная эклектика когда вы сталкиваете казалось бы женственную элегантную вещь как брюки атласные с чем-то спортивным получится очень интересный и красивый образ ну и конечно атласная рубашка это замечательная вещь которую можно носить с джинсовой юбкой например с такими брюками как нам не с более плотными с джинсами можно надеть поверх платье комбинации так далее то есть в принципе такой черный атласный костюм пижамного формата очень универсальная история я бы даже попробовал надеть этот костюм заправить рубашку и сверху можно наслоить такой жакет на мне потому что атлас лацканов жакета будет сочетаться с атласом самого костюма ну вот я и решила конечно примерить этот прекрасный коктейльный костюм пижаму из черного атласа идеально сидит очень приятная ткань брюки кстати сзади на резинки что дает возможность опускать их чуть чуть ниже на талии или поднимать прекрасная свободная рубашка я решила оставить ее на выпуск именно чтобы оставить вот эту расслабленность до которая как раз присущи пижамам но конечно можно ее и заправить и завязать узлом то есть тут множество вариантов ну и раз уж мы заговорили про наслаивание рубашки на платье комбинация вот пожалуйста пример в данном случае я бы расстегнула рубашку на дело на платье да и например рубашку завязала узлом на талии оставив собственно вырез открытым или можно надеть расстегнутую рубашку на платье и сверху добавить пояс до чтобы подчеркнуть талию в общем здесь достаточно большое тоже поле для воображения но как вариант да если например вы находитесь на празднике где-то в теплых странах но все-таки вечером может быть прохладно но недостаточно прохладно чтобы надевать жакеты может быть в жакете вы будете выглядеть немножко неуместно если мы говорим о каких-то тропических странах то конечно такая расслабленная мягкая рубашка она вас и согреет защитит от легкого морского бриза и конечно будет выглядеть уместно и достаточно расслабленно в условиях какого-то тропического курорта если говорить про платье я бы хотела, наверное, отметить, что это тоже, наверное, одна из фирменных единиц бренда Леся Небо, с которым у нас выпущена эта коллекция Зарина. Очень красиво, мне нравится, что здесь V-образный вырез, еще более глубокий V-образный вырез на спине. Оно сидит по фигуре, но не слишком в обтяжку, то есть именно так, как мы хотим, чтобы сидело платье комбинация, подчеркивая все достоинства и скрывая недостатки. Идеальная длина, платье комбинация, особенно в черном оттенке, я считаю, что это вещь, которая должна быть абсолютно в любом гардеробе, то есть если мы с вами будем составлять список базовых вещей, которые подойдет любой девушке, вы знаете, что база для каждой женщины и девушки различается, то черное платье комбинация будет практически в любом базовом гардеробе, вне зависимости от фигуры, возраста и рода деятельности, потому что, конечно, платье комбинацию можно носить практически всегда и с чем угодно. Сверху можно надевать свитер, жакет, например, как на мне, или более брутальный жакет бойфренда, да, более объемный. Сюда можно надевать кеды, если вы надели, например, сверху джинсовку. Под само платье можно надеть лон слив, водолазку, футболку, даже просто белую майку, которая сразу сделает платье более кэжуал. Поэтому обязательно обратите внимание, платье комбинация это вещь, которая, мне кажется, спасает в любой ситуации. Опять же, можно добавлять сверху пояса, баски, интересные какие-то единицы. Можно надеть, например, платье на белую обычную майку и сверху, например, на пояс надеть джинсовую рубашку, да, таким образом создав некий интересный объем в районе бедер и талии. Ну и туда как раз хорошо подойдут, например, казаки или кеды. Если мы заговорили уже про платье, хочется отдельно отметить это платье. Я видела его до записи этого обзора, я видела его на картинке, и оно не показалось мне таким красивым, каким оно оказалось в жизни. Очень красивое платье комбинация шоколадного оттенка за 10 молний, обратите внимание, для удобства надевания. И такой выбитый принт, скажем так, да, по-моему, это и называется выбитый принт, на креповой ткани. То есть принт у нас с присутствием люрекса, и он более такой объемный, да, блестящий, скажем так, добавляет какой-то интересной текстуры ткани, в то время как креп, достаточно плотный, матовый, соответственно, у нас здесь сочетание фактур. То есть как бы платье у нас принтом горошек, но при этом горошек не цветной, горошек у нас за счет разности фактур. И мне кажется, это очень интересное решение, поскольку платье остается однотонным, соответственно, под него можно подбирать любые аксессуары, я имею в виду обувь и сумки могут быть молочные, коричневые, рыжие, черные, даже с синим будет очень хорошо, посмотрите, коричневый и синий всегда идеально сочетается, это очень красивое сочетание, необычное, неожиданное, которое будет выделять вас на вечеринке. Поэтому здесь мне нравится вот это решение, что платье однотонное, но все-таки в горошек, это мой любимый принт, и он практически всем идет. Опять же, здесь можно сверху надеть, как я говорю, всегда с платьем комбинации, жакет, джинсовку, даже белую хлопковую рубашку на распашку или завязать узлом, да, как я показывала до этого. Вот я вам показываю, как примерно будет выглядеть, да, если рубашку накинуть на платье. Естественно, мы можем накинуть об обе стороны рубашки. Представьте, что здесь, например, сверху у нас будет пояс или рубашку мы завяжем узлом. Кстати, если, например, не хватает длины ткани, чтобы завязать узлом, можно всегда добавить сюда резиночку для волос и завернуть вот так вовнутрь. Получается очень красиво, это хороший такой стилистический трюк, и, соответственно, у вас прикрыты руки, прикрыты плечи. Я знаю, что многие не любят зимой ходить с открытыми руками и плечами, соответственно, вы прикрыли руки, плечи, вам не холодно, вы добавили какой-то интересный слой к вашему платью, и, мне кажется, таким образом получается очень красивый коктейльный образ. Я не скажу, что в этом платье можно, конечно, ходить днем, но мне кажется, если попробовать все-таки к платью добавить какой-то объемный молочный, бежевый, может быть, рыжий или коричневый, то есть, примерно в этой же гамме, в разных степенях затемнения и засветления свитер, то, в принципе, если надеть, опять же, какие-то грубые ботинки или грубые же океистские сапоги, можно попробовать это платье использовать в данном случае как юбку, да, то есть, у нас будет видна только та часть платья, которая выглядит как юбка. В принципе, мне кажется, так можно днем, конечно, выйти. И, например, если вы так пришли в офис, у вас casual friday, вечером, опять же, у вас намечается некоторое мероприятие, и у вас нет времени переодеться, вы снимаете этот свитер, переобуваете ваши грубые ботинки на что-то более изящное, к платью, возможно, добавляете, например, нашу атласную рубашку, и ваш вечерний образ готов. Ну, раз уж я заговорила о рубашке, то я покажу целиком костюм, и вы видите, да, как я показываю одну вещь, к ней вторую, эта вещь остается, к ней получается третья, то есть, таким образом, у нас реально присутствует здесь капсула. Вы видите, что вещи прекрасно между собой комбинируются. Здесь у нас, опять же, коктейльный костюм пижамного кроя, скажем так, пижамного стиля, атласная ткань, то есть, он точно такой же, как черный костюм, который я вам показывала до этого, но для тех, кто, может быть, немножко устал от черного цвета, или, как, например, многие мои клиенты, с кем я работаю, говорят, что они стараются не покупать черный, его слишком много в их жизни, то есть вариант очень красивого, благородного шоколадного цвета. К шоколадному прекрасно подходят голубые, серые, синие оттенки, как я вам показывала до этого. Опять же, такой костюм можно сочетать, например, с синей обувью, добавить синие украшения, не проблема их сейчас найти. Рубашку можно заправлять, или, например, можно сюда надеть белую майку-алкоголичку, в рубчик, как мы ее называем, и сверху накинуть нашу рубашку, да, то есть, для такого более расслабленного образа, и тогда, возможно, мы можем даже надеть кеды. Здесь все зависит, опять, от того же, насколько вы любите носить каблуки, насколько нарядно вы хотите выглядеть, а ситуации и мероприятия, на которые вы идете. Если это, например, какое-то модное мероприятие, где будет достаточно молодая публика, но при этом модная, да, где вы будете много стоять на ногах, то лучше, наверное, выбрать кеды-вариант с майкой и накинуть рубашку сверху в таком более расслабленном варианте. Ну, или мы можем сделать костюм-тройку. У нас также есть прекрасная майка-комбинация. Вы видите, какой у нее здесь красивый, мне кажется, по-английски называется cowl neck, да, такая небольшая драпировка, то есть, провисание, которое очень красиво подчеркивает зону декольте. И мы можем надеть нашу майку с брюками, а сверху наслоить нашу рубашку. То есть, примерно вот так будет выглядеть наш образ. Очень красивая, вкусная, в прямом смысле этого слова, шоколадная гамма, да, горький шоколад. Прекрасное качество. Мне очень нравится этот сатин, знаете, потому что иногда такая ткань бывает слишком тонкая, слишком мнущаяся, не очень комплементарная, да, когда ее надеваешь на себя. Здесь абсолютно прекрасный, идеальный сатин. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, потому что я фанат этих тканей. И здесь он достаточно плотный, то есть, такой, который можно спокойно носить зимой, конечно, дополняя какими-то теплыми свитерами, жакетами, обувью или верхней одеждой. Мы остались также в нашем красивом, вкусном шоколадном оттенке, но образ уже получился чуть-чуть более серьезный и элегантный. Конечно, это все благодаря жакету. Здесь у нас есть достаточно структурная линия плеча, небольшой подплечник, но хочу отметить, что подплечник достаточно мягкий и достаточно небольшой для того, чтобы спокойно надевать сверху верхнюю одежду. Я знаю, что мы все очень любим жакеты, да, пиджаки и так далее, но зимой становится их сложно носить, потому что есть плечо и тяжело подбирать верхнюю одежду. Мне кажется, здесь не должно быть трудностей, потому что ткань хорошая, плотная, но не очень объемная и, опять же, не слишком объемная и большое плечо. Поэтому, мне кажется, вот этот жакет отличное решение на зиму. Такой хороший, теплый, вкусный оттенок горького шоколада и подходящая ткань и не очень объемное плечо. Вот, кажется, избылась моя мечта о костюме тройки, причем в таком красивом, вкусном, как мы его уже назвали, цвет горького шоколада. Напомню, что, конечно, можно носить костюм именно в таком варианте, да, и если обувь менее нарядная, чем черные бархатные туфли, как на мне, а, например, лоферы на грубой подошве или любимые белые кеды, так можно пойти и в офис. Кстати, недавно был вопрос, почему я так часто говорю об образах на бранч или встреч с подружкой и редко предлагаю образы для офиса. Вот, пожалуйста, образ для офиса можно носить жилетом, без жилета. Если жилет убрать и надеть, например, белую хлопковую рубашку, добавив туфли на невысоком каблуке, то это будет очень консервативный, серьезный образ, который подойдет даже для переговоров. Ну, а, например, если вы надели костюм на вечеринку с какими-то нарядными туфлями и большими, крупными, интересными украшениями, пиджак можно вечером снять и остаться в жилете, как будто это топ. Опять же, мы можем все это дополнить нашей майкой, например, да. Мне очень нравятся монохромные луки и моя любимая история о том, почему большинство первых леди, да, за стилем которых следит весь мир, всегда одеты в монохромные луки, потому что это всегда вытягивает силуэт, стройнит и, конечно, это всегда выглядит чуть-чуть более элегантно, чуть-чуть более дорого, чем луки, составленные из разных цветов. Цвета тоже надо использовать, да, это говорит о вашем владении, скажем так, колористикой, вообще умением сочетать вещи, но монохромные луки, если вы хотите произвести некое должное впечатление, это всегда идеальный выход из ситуации. Я бы хотела продемонстрировать, конечно, что жакет также прекрасно сочетается с нашим платьем комбинацией, и это то, о чем я говорила, что такое платье можно носить практически чем угодно сверху, даже несмотря на то, что в данном случае оно у нас, скажем так, принтованное, да, за счет текстур, но здесь пиджак, конечно, идеально подобран, поэтому я очень люблю вещи из одних коллекций, да, потому что, конечно, дизайнерами, как в данном случае Зариной и Лесье Небо, они продуманы уже изначально так, чтобы идеально сочетаться между собой, и абсолютно пропадает головная боль, где найти к этому платью жакет, где найти к этому жакету брюки и так далее, уже все сделано и решено за вас. То есть, если вам нравится черный оттенок, вы можете взять несколько элементов черного цвета, они будут играть между собой, если вам нравится шоколадный оттенок, вы берете такие элементы и также составляете буквально из трех-четырех вещей, вы можете составить 5-6 комплектах, у вас получается небольшая капсула, над которой, заметьте, вам не пришлось долго думать и тратить бесценное время на то, чтобы составлять луки и искать по различным магазинам. Вот, пожалуйста, моя теория в деле, мне кажется, смотрится хорошо, элегантно, я бы так пошла вообще, в принципе, на любой пятничный или субботний ужин с друзьями, может быть, даже парами, достаточно элегантно, достаточно женственно, я буду чувствовать себя при этом достаточно тепло, потому что у меня жакет. В общем, идеальное решение для любой современной девушки. Для тех, кто хочет открыть руки или, может быть, опять же, ситуация будет происходить где-то в теплых краях и, например, жакета, как я сказала, немножко неуместна и слишком тепло, есть еще вариант жилеты. Я обожаю жилеты, мне кажется, в последнее время это суперкруто и актуально смотрится. Вот у нас такой красивый жилет, я покажу вам дальше, с чем он еще сочетается. Можно также жилет наслаивать на платье, это будет небольшой такой дополнительный слой, который, тем не менее, чуть-чуть вас согреет, чуть-чуть придаст некой интересной многослойности вашему платью и вообще, в принципе, сделает образ более интересным, чем платье само по себе, хотя, конечно, оно очень красивое и очень женственное. Жилет, кстати, можно также комбинировать с нашим жакетом и, конечно, у нас есть брюки. Вы же не подумали, что у коллаборации Леси Небо и Зарина это будет не костюм? Конечно, это костюм и в данном случае это костюм тройка. Костюм тройка – это шедеврально, это еще круче, чем костюм двойка, потому что мы можем носить жилет, как я вам показала, с платьем. Жилет очень круто смотрится с широкими джинсами на обычную белую майку. В общем, у жилета достаточно много применений. Мы можем носить жилет с жакетом также с джинсами, с джинсовыми юбками. Например, мы можем надеть на жилет с жакетом и атласные брюки, как вы видите. Брюки отдельно, естественно, мы можем носить с нашей коричневой атласной рубашкой, которую я вам до этого показывала. Наша атласная шоколадная майка, которую вы также видели. Это может быть сверху свитер, футболка, но и все вместе – это прекрасный костюм. Вы видите, у нас три элемента, которые идеально сочетаются между друг другом. Опять же, брюки могут надеваться просто с жакетом и, например, с блузкой, водолазкой, майкой и так далее. Могут надеваться просто с жилетом. Опять же, может быть какая-то серединка под низом. Или можете надеть его на голое тело. Он достаточно плотно сидит, здесь не слишком глубокий вырез. То есть, мне кажется, будет достаточно безопасно надеваться на голое тело. Но и, конечно, все вместе единицы тоже круто сочетаются. То есть, вы видите, у нас три единицы, добавляя элементы, к которым мы получаем очень много образов. И также между собой они составляют интересные различные комбинации. Кстати говоря, о стилизациях с жилетом. Я сказала, что жилеты смотрятся очень круто с различными единицами. Мне очень нравится сочетание жилета и потрясающие, абсолютно волшебные сатиновые юбки. Вы видите, что это такой вариант ткани кринкл, как называется, немножко сжатая ткань. Дает интересную текстуру юбки. И, опять же, образуют не цветные, то есть, не цветовые, не за счет разницы цвета, а именно текстурные полосы вертикальные, которые всегда странят и вытягивают. Асимметричный низ также немножко вытягивает силуэт. Здесь очень красивый нюдовый цвет, который, мне кажется, вполне подходящим как для лета, так и для зимы. И, как вы видите, тоже это оттенки, скажем так, из одной такой теплой гаммы. Только здесь у нас, наверное, топленое молоко, мы бы могли назвать. А сверху у нас горький шоколад. Но все вместе это очень красиво сочетается. Вот у меня есть, например, очень красивый коричневый туфлик такому образу. Можно надеть коричневые сапоги трубы сюда. Но если мы надеваем сапоги трубы, то под низ желательно добавить, например, какую-то шерстяную или кашемировую водолазку для тепла. Или, опять же, мы можем добавить наш жакет. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Ну вот, пожалуйста, у нас получается наш жилет выступает в качестве топа. Наша прекрасная сатиновая юбка. И сверху жакет. То есть тоже очень хорошее сочетание. То есть то, о чем я буквально сейчас говорила, что две единицы от костюма тройки, например, жакет и жилет, можно носить не обязательно с брюками, а с другими различными низами. Также мне хочется попробовать сочетание нашей юбки и нашей атласной рубашки. Мне кажется, получается тоже очень красиво. Рубашку в данном случае я бы, наверное, попробовала завязать узлом, да, или, может быть, как-то аккуратно заправить в юбку. Если же вы оставите ее на распашку, то внизу нужно будет добавить майку. И в данном случае майка должна быть цвета юбки или цвета рубашки. И у нас такой вариант есть. То есть у нас получается примерно вот такой образ. У нас майка сочетается с юбкой, и сверху рубашка накинута, как некий вариант очень легкой ветровки, скажем так. Но к юбке есть, конечно, и свой верх. Посмотрите, как красиво. Идеальный женственный костюм. Безумно красивая ткань. Мне кажется, как-то идеально вообще выбран оттенок. Он такой бежево-розовый, да, я бы сказала, чайная роза, если это красиво назвать. Очень красивая. Вообще, я, мне кажется, влюблена в этот костюм. Это, наверное, моя любимая двойка из коллекции. Я уже представляю, что такую рубашку я буду носить, как я люблю, с широкими дранными джинсами, да, делая образ чуть-чуть более casual. А юбку с объемными большими пышными свитерами. Ну и, конечно, вместе это достойная похода в театр, свидания, потому что образ сдержанный, благородный, но очень-очень женственный. Мне кажется, как раз то впечатление, которое хочет производить любая девушка. Я бы хотела отдельно обратить внимание на манжеты. Здесь очень большие, красивые, широкие манжеты с пуговками. И я думаю, что здесь также можно делать красивые банты на запястье. Собственно, здесь, конечно, зависит от того, что вам нравится, но это тоже такой интересный элемент. Я люблю, когда с одеждой можно немножко играть, да, то есть оставить манжеты, как они есть, можно их завязать, можно чуть-чуть расстегнуть рубашку. Очень красивая единица, мне кажется, идеально будет также смотреться с костюмами. Вот, пожалуйста, моя теория в действии. Наш костюм вкусного, оттенка горького шоколада, и наша красивая блузка, которую мы назвали цвет чайной розы. Посмотрите, как все красиво вместе. Такой немножко маскулинный костюм, достаточно темный, и очень нежная, светлая блуза. Вы видите, как красиво выглядывает манжет из жакета. Кстати, хочу обратить внимание, почему такой оттенок прекрасен будет у лица, потому что он будет давать к лицу очень красивый подсвет, да, это именно то, к чему мы стремимся. Что-то блестящее, светлое у лица всегда дает очень красивое золочение на лице, делает кожу более гладкой, свежей и отдохнувшей. Поговорим еще немножко больше о платьях, потому что их несколько единиц в коллекции. Я вам уже показала два платья, если я не ошибаюсь. Есть также такое достаточно элегантное, серьезное, коктейльное платье. Платье-футляр. Мне кажется, оно также имеет право на то, чтобы быть надето в офис, но я бы его, конечно, сочетала с каким-то жакетом. Можно попробовать сочетать с таким жакетом, как на мне, или с более объемным, например, жакетом, который шит из одной ткани, да, у которого нет контрастных атласных лацканов, как на мне. И тогда, мне кажется, это платье сможет быть вполне таким офисным, рабочим. Здесь красивая молния впереди, она декоративная и функциональная, то есть она добавляет вертикальную линию. Мы знаем, что все вертикальные линии делают только благо для нашей фигуры, стронят и вытягивают. Молния создает, опять же, одну такую линию. И здесь также очень красивые удлиненные лацканы, вы видите, на платье. То есть у нас сделана здесь некая имитация лацканов жакета, да, или жилета, но они удлинены вплоть до подола платья. Красивая, очень фактурная, структурная, будет сидеть по фигуре. Мне кажется, даже на каком-то коктейле или вечеринке вы будете однозначно притягивать взгляды, потому что будет очень красиво подчеркивать фигуру. Очень комплементарный V-образный вырез. То есть это платье, которое просто создано подчеркивает красоту и изящество женской фигуры. Следующее платье, это, наверное, мой фаворит, да, если говорить именно о платьях. Вы уже поняли, что я очень люблю этот цвет. Чайные розы, он очень красиво подсвечивает лицо. Опять здесь у нас вот эти прекрасные объемные манжеты, да, которые можно также попробовать завязать бантом на запястьях. Очень красивая здесь тоже вот такая вот есть завязка. Вы видите, ее можно, в принципе, оставить висеть. Это будут как декоративные такие элементы. Или завязать, например, впереди и завязать сзади, да. Таким образом у нас получится красиво подчеркнута талия. Ну или можно наоборот перебросить назад и завязать впереди. Будет красивый бант. То есть здесь много вариантов, как можно поиграть с этим поясом. И он сам по себе очень интересный, потому что вы видите, что в отличие от платья, он сделан из плессированной ткани. Все это очень красиво в движении. Мне кажется, это платье создано для какой-то дэнсинг-куин, знаете, который много танцует, и это все в движении, очень красиво, летяще, женственно. В принципе, еще мне кажется, что это идеальное платье для первого свидания. Ничего слишком откровенного, ничего слишком открытого. Очень женственное, нежное. Мне кажется, в принципе, будет очень красиво подчеркивать, опять же, шею и зону декольте. Ну и еще одно платье, которое было обязано быть в коллекции Зарина и Леся Небо, это нюдовое платье-комбинация. В принципе, мне кажется, максимально женственный предмет одежды. Нюд, вы знаете, это цвет, который, в принципе, очень близок к цвету нашей кожи. Платье-комбинация – это платье, которое подчеркивает фигуру, но не сидит слишком в обтяжку. Подчеркивает красивые ключицы и декольте. К такому платью можно подбирать что угодно. Черные жакеты – пожалуйста. Шоколадные, как в нашей коллекции, тоже. Зеленые, синие, любую обувь, потому что нюдовый цвет, я вам как стилист, который достаточно хорошо владеет теорией цвета, могу сказать, что нюдовый цвет не учитывается в цветовой схеме образа. То есть он у нас как бы нулевой. И, соответственно, мы его не учитываем в схеме, все остальные цвета у нас уже составляют наши пропорции в процентах, если вдаваться в теорию. Поэтому нюдовое платье – это идеальная единица для чего угодно. Здесь может быть, опять же, синяя обувь, зеленая обувь, грубые ботинки. Здесь может быть черный объемный свитер или кардиган, например, и грубые ботинки или ваша любимая косуха. То есть это, опять же, единица, которую я бы, наверное, добавила в базовый гардероб практически любой девушки. Ну и когда мы говорим о наслаивании, да, вот, пожалуйста, опять же, свои слова хочу подтвердить на практике. Очень красиво сочетается наше платье, например, с жакетом цвета горького шоколада. Мне кажется, не лишним будет попробовать накинуть сверху и черную атласную рубашку. Таким образом, на контрасте цветов мы создаем, опять же, вертикальную линию. Здесь можно добавить снизу, например, черные лодочки или черные босоножки. И, конечно, я не могла не попробовать добавить сюда мою любимую рубашку. Мне кажется, получается тоже очень красиво. Есть совсем легкое различие в цвете и, конечно, в фактуре, но, мне кажется, это добавляет образу как раз какой-то интересной объемности, какой-то интересной фактурности, и вместе тоже смотрится очень красиво. Опять же, рубашку можно завязать узлом, посмотрите, получается идеальный коктейльный образ, мне кажется, например, как хозяйка какого-то праздничного мероприятия дома, можно так выступать, да, в таком образе, в таком наряде, или, например, опять же, пойти на свидание, или пойти даже на новогоднюю вечеринку. Ну и опять же, элементы все можно носить по отдельности, как мы уже с вами посмотрели. Напомню, что сегодня у нас был обзор коллекции, коллабораций Зарина и Леси Неба, это первая коллаборация Зарина, и она получилась прекрасной, и эти вещи как нарядные, так и повседневные. И, кстати, кампейн коллекции снимался в Венеции, и не просто так. Героиня кампейна – это девушка, которая не ждет чуда, она знает, что чудо происходит уже сейчас. Напомню, меня зовут Катя Гусе, вы были на моем YouTube-канале, ссылку на свой Instagram я оставлю внизу. Спасибо, пока-пока!